Я этому Абрамовичу говорю, ну так, со смехом говорю, что-то говорю неудачно, в мой офис зашли. Он так улыбнулся, да, говорит, неудачно. 3 марта он вместе с Рустемом, мировым народным депутатом, тоже членом переговорной группы, и со своим помощником Денисом приехали в Киев и зашли в мой офис, это на Киеве. И сразу почувствовали себя плохо, слезы, там, ломота, боли в голове, поняли, что что-то тут не то, быстро выехали в Анкару, там и прочисты, там сказали, да, действительно, какое-то химическое отравление, а не на какое вещество, пока там еще выясняют. О том, что Абрамович собирался приехать, приехал сюда, практически никто не знал. Все было в секрете, но я думаю, больше всего там охотились за Рустемом и Мехом. Но не исключайте, что все-таки целью был и Абрамович. И у него самого тоже такое впечатление, что он там, в Москве, очень многим не по вкусу, каким-то службам. Поэтому сказать однозначно, что Абрамович там какой-то казачок заслуженный, вряд ли. Ну, из его беседственника создает впечатление, что он в таком вот положении, и свои, конечно, интересы есть, но у меня создалось впечатление, что он больше всего боится за будущее своей страны. Он так и говорит, если мы не выйдем из этой украинской проблемы, то крах в нашей стране. Я бы пытался объяснить, я говорю, вы это Путину, скажите, вы вообще-то, вот для нас принято считать ярыми такими врагами России, на самом деле это не так. Мы желаем благополучия России, но не из любви. Конечно, говорить о любви к России после того, что произошло в 2014 году, и особенно после вот этой вот зверства, которая уже в течение 48 дней, было бы качественно говорить, что мы любим Россию. Но мы из чисто прагматических соображений считаем, что если у нашего соседа благополучия, то от него меньше проблем. У вас не будет проблем, вы можете как-то снова стать там среду нормальных государств, только в том случае, когда вы полностью будете соблюдать международное право и полностью, вплоть до последнего квадратного сантиметра, освободите нашу территорию. Без этого никакие санкции с вас сниматься не будут, и никто вам руки пожимать не будет. Ну, Абрамович говорит, я это все прекрасно понимаю, но вот тот, который там в Кремле, этому трудно его объяснять. Ну, Абрамовичу будет больше доверия, из этих соображений, может быть, Путин его направил. Ну, хотя, он же из числа тех, которые, на самом деле, считают, что война – это лаврит России, и не надо было ее начинать. Конечно, есть у него и личные такие, там, скажем, мотивы. Ну, вот он, например, говорит, ну, при чем тут моя дочка, которая там в Лондоне учится? Вот там в школе собрали ее чернилой, потому что она русская, там, из России. Вот у меня там все отобрали. И тогда личные тоже есть у него, может быть. Хотелось бы, конечно, чтобы все эти санкции были сняты, но сейчас, мне кажется, у него другой мотив. Он действительно боится за страну. Это, говорит, крах, если мы не будем делать каких-то разумных шагов.